Всем приветик! Утречка добренькая, как говорится. В общем, это срочное прямое включение, которое касается овец в Нью-Касселе. Сейчас у нас 8.30 утра, я только что детей в школу отвела. Шумно так, потому что все едут на работу. И я хотела бы объяснить, что это были за овцы, потому что некоторые люди не поняли, что за овцы стояли в Нью-Касселе, и почему вообще надо было их искать. Так что пойдемте, мне сейчас нужно будет в магазин, и как раз по дороге выясним, что это за овцы, почему мы их искали, и вообще, почему надо было об этом рассказывать. Итак, идемте. Вообще, обычно у нас в городе очень-очень тихо, и вообще просто машины не ездят, и никого на улицах нет. Но дело в том, что сейчас как раз все ведут детей в школу и из школы, и поэтому такое движение. Вот смотрите, видите, какой человек. Называется Лоллипоп Мэн. Когда кто-то переходит дорогу... Thank you! Когда кто-то переходит дорогу именно в школьное время, до уроков и после, он вот так вот встает. Да, в общем, когда кто-то идет в школу и из школы, чтобы детей и родителей не задавили, то он встает на пешеходном переходе с таким знаком стоп. Вот, это такая работа. Называется Лоллипоп Мэн, или Лоллипоп — это чупа-чупс, да, по-английски. Потому что знак похож на чупа-чупс. Или Лоллипоп Лэйди иногда, если там женщина. Итак, про овец. Значит, это благотворительная акция. Значит, многие спрашивали, во-первых, кто разрисовал этих овец, за чей счет банкет, кто их там расставил, и для чего, и из чего они сделаны. Значит, это благотворительная акция. Она проводится обычно какой-нибудь благотворительной организацией. В данной ситуации это был хоспис местный. Когда мы были в Ипсвиче, жили, то там тоже проводил это местный хоспис. И, значит, как это организовано? Местный хоспис закупает вот таких вот овечек белых. Они сделаны из какого-то хрупкого материала. Ну, типа, гипс, не гипс, конечно, не знаю. Но, в принципе, их легко сломать, если на них скакать. После этого местные или не местные художники, которые хотят поучаствовать в благотворительности, они их расписывают, каждый в своей какой-то тематике, и ставят на улицах города. Значит, если вы хотите поучаствовать в благотворительности, то вы либо скачиваете карту, либо покупаете карту. Она стоит один фунт. И ходите, ищите овец. В общем, всё. В этом всё веселье, на самом деле. Можете также параллельно купить сувениры обычно вот в этих вот точках, где продаются карты. Продаются всякие тоже игрушки, барашки, шаны там, и прочая всякая атрибутика. Все сборы, деньги с этих сборов идут на благотворительность. Дальше эти овцы стоят в городе, ну, скажем, два месяца или три месяца. После этого проводится аукцион. Их раскупают люди, ну, или какие-то организации. И все деньги идут, опять же, в пользу этого хосписа. Вот таким вот образом, значит, весело и задорно собираются деньги. Сколько стоят эти овцы на аукционах? Я, в принципе, на самом деле уже снимала об этом, потому что... Я прошу прощения, что я не рассказала так подробно, когда мы искали этих овец, потому что я почему-то не подумала, что у меня много новых подписчиков, которые не участвовали с нами в подобных трейлах, как говорится, в подобных, в общем, мероприятиях. И вообще об этом не подумала, потому что на моем канале уже мы искали и медведей Паддингтон, и осьминогов, и кого мы еще искали, сов и слонов. У меня было подробное видео про то, даже сколько собрали, когда продавали слонов и прочее-прочее. Но я могу сказать, что овцы эти продаются, наверное, на аукционе от 500 до несколько тысяч, в зависимости от того, насколько она была популярна. И, в принципе, могут собрать 25-30-50 тысяч фунтов в пользу, соответственно, этой организации, которая организовала Charity, ну, в данном случае хосписа. Вот такие вот дела. Значит, для всех тех, кто переживал, что мы мельком пробежались и показали только овец, которые ерунда, а всякие интересные вещи в Нью-Касселе не показали, обязательно походим. Я думаю, что Нью-Кассел будет требовать ни одно видео, потому что много чего всего посмотреть. Это было просто так пристрелка, если можно сказать. Так, ну что ж, на этом все. Я уже пришла. Вот, это самый центр нашего города, как говорится, центр которого нет, потому что центральная улица есть, а ничего тут больше нет. У нас городок очень маленький. Ну и все. До встречи в эфире. Пару слов о месте, в котором мы живем. Меня в комментариях спрашивали несколько раз, расскажите про ваш городок. Ну, как бы, у нас такой маленький город, что я никак не могу понять, что здесь рассказывают про него. Ну вот, придумала. Начнем с загадки. Смотрите, у нас есть такая лавочка. Лавочка-собачка. Вот, вам такой вопрос. Может быть, те, кто разбираются в собаках, им будет полегче ответить. Значит, название нашего города, это название вот этой собачки. Вот, внимательно на нее посмотрите. Если вы угадаете эту породу, то этой породой и называется наш город. Вот, именно вот ровно то же слово, что и эта собака. И у нас в городе такие лавочки-собачки. Эта связь не случайна, потому что эту собаку вывели в нашем городе. Ну, я, может быть, делаю отдельное видео про это. Как, когда и зачем это случилось. Все над ней смеются. Говорят, что она похожа на больную овцу. Вот, и, в общем, в связи с этим породу собаки назвали по названию нашего города. И у нас везде есть вот такие лавочки-собачки. Вот. Что у нас происходит? Прекрасный вечер. Нам сегодня очень повезло, потому что Марчин делает какой-то пирог. Ну, в смысле, не какой-то, а пирог. Вот, этот пирог из... Из Алжира. Да, из Алжира рецепт. Еще у нас очень веселый вечер. Тут у нас банда картежников. Можно потише чуть-чуть? Извините, пожалуйста, не кричите. В общем, восточный пирог из манной крупы, так? Да. Вот, а что там еще, кроме манной крупы, Марчин? Ну, это такая обычная крупа. Коконак флейкс. Подождите, обычная мука, да? Йогурт. Йогурт, кокос, лимон, сахар. Это с такой оливой. Ага. Не оливой, а только масло, да? Масло, да. Растительное. Короче, выглядит, может быть, странно, пирог из манной крупы, но Марчин уже готовил, очень вкусно. Мне кажется, мы в кафешке ели такое, да, один раз? Тоже. Да? В Лондоне. В Лондоне. А в Алжирском. А в Алжирском кафе. Да. Так что, в общем, короче, в общем, короче, должно быть вкусно. Потом покажу. Если будет вкусно, и напишу рецептик. Так, внимание, смотрите, как красиво вышло. Красиво? Красиво. Да? Кроме того, что красиво, внешность же бывает обманчива, да? Оно еще и вкусно получается. Вот. Подтверждаю. Да, как вы видите, утро уже, потому что на ночь мы торты не едим. Мы едим их утром на завтрак. Да, мы едим их утром на завтрак. В общем, вышло вкусно и красиво. Вот, муж вошел во вкус. Продолжает готовить с вечера до утра. Так что, я вам напишу рецепт. Правда, рекомендую. Торт. Алжирский торт из манной крупы. Дорогие люди, очередной морской вам привет. Смотрите, что я вам покажу. Обратите внимание на этот пляж. Здесь не дети строят замки, а взрослые люди сидят и активно что-то ищут. Прочесывают пляж. Как вы думаете, что они тут ищут? Золото-бриллианты, да. Есть здесь, в другой стране Англии, Jurassic Coast называется, побережье юрского периода. Там очень много окаменелости, и там все вот так же ищут кости динозавров. Ну, не кости всякие там, окаменелости, fossils, ракушки. А здесь все ищут стекло. Знаете, такие морские стеклышки. Помните, когда мы были в Сафолке, жили, может быть, кто-то видел такое видео, я показывала с пляжа, что там вообще нет никаких обкатанных стекол у нас на пляже. Я говорила, что, представляете, полно камней с дырками и ни одного стеклышка. Я когда была маленькая, в детстве на Черном море, мы всегда искали вот эти стеклышки. И вот мы приехали сюда, и здесь есть такой пляж. Находится он в городе Сием, пишется Сихам. Буква Х не читается часто в названиях английских городов. И мест. Здесь раньше была в викторианские времена стеклодувная фабрика. Она работала с 1850-го и закрылась после Первой мировой войны, когда стали уже стекло... Ну, другие технологии появились, автоматические, по производству бутылок. И она закрылась. В общем, она закрылась сто лет назад. Да, и на этом пляже очень много вот этого стекла, потому что весь нейликвит в викторианские времена сбрасывали в море. Особенно там в конце дня. И вот, сто лет прошло, а до сих пор здесь ищут стекло. Почему именно это стекло? Здесь такое интересное. Но мы, на самом деле, ничего интересного не нашли. Пока что. Потому что в викторианские времена не было никаких гостов. Особенно. И поэтому стекло могло быть разных интересных цветов. Каких сейчас уже не найдешь. И люди его ищут. Ну, используют просто в своих каких-то поделках. Есть такие люди, которые делают и продают какие-то сувениры, украшения из этих стеклышек. Ну, и есть вообще такое хобби. Называется оно здесь Mud Larkin. Это значит, когда после отлива на речках или на море ищут всякие сокровища. Ну, обычно это те, кто интересуется археологией, увлекаются этим Mud Larkin. Потому что они ищут какие сокровища. Не в смысле золото-бриллианты, а, ну, там, знаете, всякие старинные какие-то штуки, которые вымывают. Это вот в Лондоне на Темзе очень популярно. Так, здравствуйте. Вот какой малюсенький, да? Это моя первая. А, это ты первый такой нашел? Ну, супер, давай. В общем, мы поддались сумасшествию и приехали тоже сюда поискать стекло с детьми. Потому что детям же интересно искать сокровища. Но я думаю, что мы не в то время приехали. Потому что, во-первых, солнце, выходной, много народу. И мы приехали в 3 часа дня, когда уже прилив. А надо, наоборот, приехать. Когда народу поменьше и когда отлив только-только, волны отходят и что-нибудь интересное на берегу появляется. Ну, ничего страшного. Все равно, даже если ничего интересного не найдется, то просто хотя бы погуляем на солнце, на воздухе, подышим морем. Потому что зима не за горами, как говорится. Скоро таких дней уже не будет. Ну-ка, покажите-ка. Оранжевый и желтый. Оранжевый и желтый, да? Сиглас. Ага, вот, видите. Не знаете, чем занять детей на каникулах? Не благодарите. Бесплатный рецепт. Сиглас. Как выглядит сиглас? Есть очень-очень много маленьких кусочков. Ну, вот таких вот, да? Например. Видно? Видно, да? Вот. Они среди мелких камней. Есть, конечно, более крупные, наверное, экземпляры, интересные. Но их, как бы, наверное, сложнее найти. Их меньше. И есть еще вот такого, типа, сиглас. Сейчас, как показать, на солнце. Вот. Двухцветный. Но это у меня очень маленький. Хотелось бы найти такой большой кусочек. Они тоже бывают. Вот это называется end of the day стеглас. То есть, когда в конце дня весь неликвид жидкий сливали в одно место, то получалось разноцветное стекло, потом его выкидывали. В общем, я хочу сказать, что сидеть на берегу моря и перебирать камушки в поисках стеклышек оказалось очень терапевтическим занятием. Так что, если чувствуете, что я не в духе, привезите меня на этот пляж и оставьте. Ну, только чтобы была погода хорошая. Я буду тут сидеть и перебирать камушки под шум волн. Сиглас! Сиглас, да. И чтобы меня никто не трогал. Сиглас! Ага. Спасибо большое. Мы можем домой. Да, можем домой. Идем домой. Смотрите, что покажу. Вот наши сокровища пляжные. Не сочтите меня сумасшедшие. Я тоже не уверена, зачем они мне нужны. Но, может быть, творческие люди меня поймут. Просто некоторые вещи такие красивые, что невозможно устоять, хочется их забрать. Ну, это ракушки, это понятно. Это дети, кстати, насобирали целое ведро. Вот, смотрите, какая красота. Дырявые камни. Классные? Очень красивые, мне кажется. Всякие странные камни, да? Как будто бы они вообще с другой планеты. Ну, тоже, не знаю, для чего они мне нужны. Ну, очень понравились, я взяла. Может, потом обратно отнесу. Значит, это плоские камни. Вот это черное, это уголь, ну, это обычные камешки, да? Мне они очень понравились, потому что я подумала, что можно будет делать из них какие-то поделки с детьми, потому что зима будет длинная и темная. И ходить, наверное, мы никуда не сможем. Знаете, делают такие поделки, ну, какие-то, например, там собачек, да, например, там раз, голова с двумя ушами, там, да, и тело, оп, и хвост. Ну, вышла какая-то собачка, не собачка, ну, там что-то. Вот это уголь, он вообще очень легкий, и в принципе, его можно разломать, если очень постараться, не знаю, не ломается, но в принципе, можно вот разломать. Ну, то есть, он достаточно легкий, но так, что если он там упадет на землю или что-то такое, он не раскрошится, вот, но можно приложить усилия и разломать. Вот, он супер, мне кажется, из него можно делать отлично какие-то мозаики, только надо побольше собрать и прям на клей клеить и даже в рамочку повесить. Классно, мне кажется, отлично. Вот, ну и вот наши стекла и кусочек какой-то керамики как раз с этого викторианского пляжа, так называемого. Есть парочка очень красивых цветов, к сожалению, они маленькие. Вот, ну, остальные обычные. Пока не знаю, зачем они нам нужны. Ну, не знаю, творческие натуры, наверное, меня поймут. Может быть, мы из них что-то будем делать тоже, потому что, помните, мне подарили открытку, когда мы сюда приехали, она как раз была сделана из кусочка керамики и двух кусочков, там, трех стекла, вот такого вот маленького размера, которые были найдены на пляже. Может быть, мы тоже что-нибудь придумаем, посмотрим, посмотрим, погуглим идеи, будем заниматься с детьми, может быть, каким-нибудь творчеством. Субтитры создавал DimaTorzok